Всем привет! Я решила немного растянуть удовольствие и подольше остаться в своём этом космическом образе. Я сделала сегодня этот урок, он будет завтра на канале. Мне кажется, я его часа три минимум снимала. Никогда видео я столько не снимала, ни одно. Я уже не говорю про макияж, ни одно видео, в принципе, я так долго не снимала, но я подошла очень серьёзно к этому. Досконально всё делала, досконально всё растушёвывала, и это видео будет завтра на канале. Но сегодня я просто хотела с вами поговорить, и два фактора меня вдохновило. Во-первых, это мой макияж сегодняшний, мой сегодняшний образ, и второй фактор — это вы. Я часто встречаю вас на каких-то мероприятиях, на каких-то встречах, на улице даже чаще всего, и я практически всегда получаю небольшую речь вместе с приветствием. И очень часто я слышу от вас, что я вас вдохновляю. И это... Нет, это никогда не так. Это никогда не просто ты меня вдохновляешь. Очень часто у каждого человека, кого я встречаю, есть конкретная история. Ты меня вдохновила заняться спортом. Ты меня вдохновила не бояться экспериментировать с макияжем. Ты меня вдохновила попробовать это. Ты меня вдохновила на это. И слышать вот эти индивидуальные истории — это бесценно. И я никогда не снимаю видео с целью вдохновить. То есть у меня нет такого, что я сажусь такая, сейчас буду вдохновлять. Такого нет. Но тот факт, что каким-то своим опытом и своими какими-то действиями для меня, возможно, обычными, я вдохновляю кого-то из вас на какие-то поступки, которые для вас как раз необытные, это прекрасно. Но, наверное, кстати, сегодняшнее видео как раз снимает части с целью вдохновить вас, но скорее бы просто избавляться от комплексов. Моя самая любимая вещь на свете — это избавляться от комплексов. Моих друзей, моих знакомых, моих родственников — вас. Давайте начнем с макияжа. Я очень люблю макияж, я люблю косметику. Я люблю косметику как просто способ подчеркнуть какие-то свои достоинства, скрыть какие-то маленькие недостатки. Но я также люблю и макияж, и косметику, как сегодня. Что-то абсолютно не ежедневное, что-то абсолютно веселое, ненатуральное, неестественное. Просто вот это веселье. Просто вот эти... Ну, обычно это не три часа у меня занимает, но вот эти экстры еще десять минут в своем дне, чтобы сделать что-то вот это экстра в своем макияже. Добавить красные губы, добавить блестки на лицо, добавить какой-то дизайн на лицо, опять же. Вот сделать что-то экстра. Я это тоже очень люблю. И мне хочется, чтобы и девочки, и девушки, и женщины просто не боялись косметики, не смотрели на это как что-то вульгарное, не смотрели на это как что-то из ряда вон выходящее, экспериментировали, если они хотят. Набивали руку, как можно больше тренировались, чтобы как раз добиться вот этого идеального нанесения стрелок, идеального нанесения помады. Но, в частности, говорю это девочкам, которые меня смотрят, скажем так, до девятнадцати, это абсолютно нормально и вообще не краситься, потому что я периодически получаю сообщение, что Маша, со скольки лет ты начала краситься, вот, я не знаю, а я должна начать краситься или нет. Если вы не хотите, то и не надо, это на вас никто не давит, вас никто не заставляет красить. Я спокойно выхожу на улицу на учебу вообще с нулем косметики, без бровей даже, потому что иногда мне не хочется, а иногда хочется, и я тогда вот такое устраиваю на своем лице. Просто поймите, что абсолютно нормально, вот давайте вот эту нейтральность ведем, что абсолютно нейтрально как хотеть краситься, так и хотеть не краситься. Это просто называется предпочтениями. У кого-то есть предпочтение носить макияж, у кого-то его нет. И это нормально. И никаких конфликтующих сторон не должно быть. Не должно быть такого, что девушка, которая красится каждый день, и она считает, что она не может выйти, что это какое-то абсолютно табу выходить на улицу без макияжа девушке, это неправильно, если вот эта девушка будет стыдить ту, которая вообще не пользуется косметикой. И наоборот. Окей? Окей. Если хотите, пользуйтесь блестками каждый день. Пользуйтесь, будьте мейбл. Хотите носить красную помаду каждый день? Пожалуйста. Стрелки? Welcome. Делайте, что хотите. На самом деле, все, все, вот моя позиция в жизни. Будьте кем угодно, делайте что угодно. Вот знаете, меня часто также спрашивают, как ты относишься, вот даже не будем конкретно, просто ЛГБТ. Как ты относишься к этому? А я говорю, мне все равно. Мне абсолютно все равно, если ты мальчик, который хочет стать девочкой. Мне абсолютно все равно, если ты считаешь, что ты ни мальчик, ни девушка. До тех пор, пока ты никому вокруг тебя не причиняешь вред, мне все равно. А вот когда идет, скажем, такая история, как недавно у Майли Сайрус вышло интервью, когда она просто пристыдила сериал Supergirl за то, что в названии имеется пол, тут я уже, скорее всего, буду возмущаться, потому что вот это навязывание каких-то идей, типа, что полов не существует, что их не должно существовать, то, что сериал по мотивам комикса Supergirl имеет в названии слово girl, это абсолютно отвратительно. Вот это я не могу принимать. А так, будьте кем хотите, делайте с собой, что хотите, если вам это нравится, если вам это приносит удовольствие, если от этого никто вокруг не страдает. Почему нет? Еще один пункт. Бланы, кстати, в 2016 году, несмотря на то, что 2016 год, это, наверное, самый странный год. Все на все обижаются, все не так, все кого-то пристыжают, но что я заметила по сравнению, скажем, с тем же самым... Ну вот когда был Бибер популярен, вот тот год, пик популярности, точнее, непопулярности Бибера среди людей, вот я вижу большую разницу, большое улучшение, что люди друг друга больше не пристыжают за то, что им нравится та или иная музыка, и это круто. Потому что я помню, как... Ну, меня старались, тот же самый Паша, как меня только не старался пристыдить за то, что мне нравится. За Тейлор Сильд, за то, что я знала какие-то даже песни Бибера, за то, что мне вообще нравилась поп-музыка. Но, кстати, с чем я сталкиваюсь лично, опять же, все чаще и чаще, это книжное осуждение Ульяны, по-моему. Прямо есть такое видео, которое так и называется. Я, по-моему, уже несколько раз выставляла внизу под ссылкой. Еще раз его оставлю, книжное осуждение, одно из моих самых любимых видео на канале Ульяны, посмотрите обязательно внизу, и киноосуждение. Каждый раз, когда я упомяну фильм, который мне понравился, я тут же получу такой всплеск негативных комментариев относительно того, что мне, как мне мог понравиться такой фильм, у меня нет вкуса. А я еще учусь при этом на киноведы, на кинокритиков. Я сама не знаю, на кого учусь, но кто-то знает, видимо, лучше меня. Но вот это тоже любит связывать. То, что я учусь на кино, а мне нравятся фильмы про супергероев, это абсолютно несовместимые вещи. Как это вообще в голове может уложиться? Что человеку, который вроде должен что-то понимать в кино, нравятся фильмы про супергероев. Так что давайте тоже от этого уйдем. Уйдем от книжного осуждения, от киноосуждения. У каждого свои вкусы. Каждому нравятся фильмы по разной причине. Более того, двум, трём, четырём людям один и тот же фильм может понравиться по разным причинам. Я помню, кстати, как Стас пытался мне доказать, почему мне нравятся «Сумерки». Его аргумент это был, что вот вы, девочки, влюбляетесь в «Сумерки» из-за конкретной сцены. Когда Эдвард с собой закрывает летящий на Беллу грузовик, и там у него были какие-то аргументы, а я сижу и думаю, нет, ты не можешь знать, почему мне нравится этот фильм. Мне нравится этот фильм из-за саундтрека, из-за атмосферы. Я из-за этого полюбила Портланд. Очень мне нравится «Лиса». Это супер, если они для меня этот фильм. Мне просто эстетически нравится на это смотреть. Бум, конец, всё. Так что, серьёзно, далойте вкусовые осуждения. Мне, правда, всё равно, если кому-то нравится «Интерстеллар», или кому-то не нравятся «Сумерки», какая разница, что им нравится или не нравится, если у меня уже есть какое-то мнение о них. То есть, это настолько не важно, что думает другой человек о том, что тебе нравится или не нравится. Серьёзно, это не важно вообще. Так что, не тратьте на это время и энергию. Это бессмысленно. Итак, мысль, с которой я хочу пустить вас в ваш оставшийся вечер воскресенья. Будьте собой, будьте кем вы хотите, делайте, что хотите со своим телом, со своими волосами, со своим лицом. Смотрите, что хотите, слушайте, что хотите, читайте, что хотите, любите, кого хотите, и не курите. Потому что это как раз тот случай, когда вы наносите вред не только себе, но и окружающим. Не бойтесь быть странным, другим, смешным. Не бойтесь вставать и фотографировать свою еду в кофейне, если вам того хочется. Не бойтесь косых взглядов, не бойтесь чужого мнения. Будьте собой. Всё. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и оно было вам полезным. Увидимся с вами завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok